Всем привет, и это Борис, и сегодня мы будем разговаривать о персонажах, а точнее о том, как их прописывать. Прошлый месяц и этот месяц я занималась прописыванием персонажей, и поэтому я решила поделиться немножко теми знаниями, которые мне удалось добыть, потому что обычно, когда ты создаешь персонажей, сразу стоит вопрос, а как его правильно прописать, чтобы было как можно меньше сюжетных дыр, чтобы было все логично. А когда ты заходишь в гугл и пишешь, что там, не знаю, вопросов персонажей, получаешь, ну, просто полнейшую хрень, не нужно. Так, я хочу просто поделиться на своем опыте, рассказать, как все это у меня происходит, поэтому я буду приводить примеры своих персонажей и объяснять именно на них, потому что я лично без примеров не совсем понимаю, как это можно объяснить. И хочу начать с того, что неважно, создаете вы сначала мир или персонажа, все мои персонажи были созданы до того, как я начала прописывать мир. То есть, я начала создавать мир уже вокруг них. Вы можете сделать наоборот, вы можете создать мир, создать к нему правила, и только потом, когда у вас уже будет мир и все его правила, вы будете вписывать туда персонажа, создавая его таким, как нужно для этого мира. И, конечно, смогут некоторые сказать, ну, тебе-то, что у тебя повседневность, какие могут быть вообще проблемы, создала персонажа и все. Но! Нет. И я хотела бы начать с такого вопроса, как имя персонажа. Многие стараются вложить в него какой-то смысл, но у меня было все не так, я вообще не запаривалась над именами, все мои имена взяты из гугла, наверное, с первых страниц, точно так же, как и фамилии. Единственное исключение, это парочка персонажей. Им я создавала имена индивидуально. Но, помните, самое важное, что как бы вы ни старались сделать имя индивидуальнее, скорее всего, такое имя уже просто существует. И вы потратили время зря. Да, может быть, для вас это будет как что-то оригинальное, но поверьте, даже если это не имя, то как минимум такое слово в каком-то языке, оно есть. Это логично. И супер оригинальное вы не придумаете. И я знаю, что это не совсем относится к персонажам, но лично я, когда хочу создать что-то свое, я делаю так. Я захожу в гугл-переводчик и подбираю красивое слово на нашем языке. Можно даже некрасиво, абсолютно любое. И прогоняю его через разные языки. То звучание, которое мне нравится, и я и оставляю. Примером такого персонажа я могу назвать Рейру. Ее имя было образовано от слова фиолетовый. Я крутила, вертела это в разных языках. Получила какое-то слово. Я не буду врать, я не помню какое. Но я получила какое-то слово, заменила там пару букв и получила ее имя. И я, честно говоря, до сих пор без понятия, существует такое имя или нет. Но, как пример, есть. Теперь начинаем. Стандартный вопрос. Вы уже знаете имя и фамилию персонажа. А если не знаете, это дело пяти минуты. Дата рождения. Это ненужная вещь. Ладно. Если у вас история про астрологию, про космос, про ведьм. То ладно, вы должны посмотреть гороскопы. Вы должны знать там что-то про камни, про стихии. И подобрать в соответствии с тем, что какой у вас персонаж, ему нужен знак зодиака. Но у меня такого нет. И, будем честны, когда родители идут вас рожать, они не знают, когда это произойдет. Это будет случайным образом выбрано. Может быть, вы родитесь с скорпионом, может, козерогом. Это невозможно предугадать. И поэтому я дело тоже абсолютно рандомно выбирала дату и месяц. Все мои персонажи имеют абсолютно рандомные даты рождения и не привязаны вообще ни к чему. Их знаки зодиака к ним подходят. Я не выбирала специально. Так что я бы на вашем месте тоже над этим не парилась. Вот описать характер тоже достаточно всего парами предложения. Вы у себя в голове сами понимаете, какой персонаж. По крайней мере, его черты характера. Внешность тоже не стоит описывать. Если у вас персонаж нарисован, как минимум, точно зачем тратить на это время? Я считаю, что вот эти стандартные вопросы не самая нужная вещь. Давайте я приведу пример. Любимая еда вашего персонажа. На что это за вас отвечает? Зачем он? Вот зачем? Это не отвечает вообще ни на что. Это нужно только вам. Подписчикам это неинтересно. Людям, которые это смотрят, это неинтересно. Это абсолютно неважная информация. Она не нужна. И когда я вижу такие вопросы в списке вопросов к персонажу, я не понимаю, зачем я должна тратить на это время. Конечно, кто-то может возразить. Но давайте быть честны, если ваш сеттинг не завязан, не знаю, на каких-нибудь кулинарных битвах, ваш персонаж не повар, то зачем нам сдать, какая его любимая еда? Это не очень важно. Это можно показать через другие мелочи. Если вы пишете фанфик, то можно просто акцентировать внимание на том, что он постоянно ходит, например, в одну и ту же кафешку и берет один и тот же напиток, и все сразу поймут, что это его любимый напиток. То же самое со сном. Если вы один раз опишите или нарисуете, как он спит, это тоже не будет нужно. Никто, скорее всего, даже на эту мелочь не обратит внимания. Или вот... Рассвет или закат? Что бы выбрал ваш персонаж? Не надо так делать. Не надо. Это бесполезный вопрос. На что он отвечает? Да тоже это ни на что. Поэтому, как только вы заходите в эти вопросники, сразу, пожалуйста, отсеивайте вот эти ненужные вопросы. Они вам абсолютно не нужны. Вам нужны другие вопросы. Те, которые показывают его отрицательные черты и положительные черты. Например, как быстро прощает персонаж? Возможно, ваш персонаж вообще никогда не прощает никаких питательств, вы должны это все поставить его в какую-то соурядную ситуацию, с которой вам, например, со мной тяжело справиться. Ну вот, например, выход на сцену. Эхот на сцену прекрасно описывает персонажа. Если он не нервничает, или, например, он нервничает, он не может сказать и слово, это абсолютно точно покажет его. Далее, возможно, вам стоит описать его мечты. Вы обязательно должны показать, что у него есть та самая добрая сторона. Не бывает полностью злых персонажей и полностью добрых. Всегда что-то должно быть плохое в нем. Я знаю, что очень многие забывают прописать отрицательные черты, но это очень нужно. Страхи сюда тоже стоит отнести. Невозможно, что никто ничего не боится. Я знаю, что, конечно, хотелось бы, чтобы ваш персонаж ничего не боялся и был очень классным, но, увы, так не будет. Итак, вот, раз мы уже обсудили примерные отрицательные и положительные черты, то правильно задавайте вопросы. За что, например, вашего персонажа могут полюбить или не взлюбить? Так будет корректнее отвечать, чем просто начинать перечислять его плохие черты и хорошие. Далее идут у нас нужные мелочи. Обычно, как я уже говорила, что-то вроде вкусной и любимой еды. Это ненужная мелочь. Например, акцент. Акцент, если у вашего персонажа нет акцента, то, естественно, вы это пропускаете, но это тоже стоит подумать. У моих все персонажи живут в Японии, но они практически все не японцы. И, естественно, они не могут идеально говорить на японском языке. Они говорят с акцентом. Это показывает то, что они здесь иностранцы. Это важная часть. Далее запах. Я знаю, что это более-менее универсально, и не всем надо знать, как их персонаж пахнет, но лично у меня в истории это играет роль, поэтому я решила это отнести сюда. Языки, на которых разговаривает ваш персонаж. Это тоже нужно. Ваш персонаж, скорее всего, знает свой родной язык и какой-то, какой он учил в школе. Вы можете даже не описывать, что он там что-то именно знает. Вам не надо писать на английском что-то, но как сам факт того, что он его знает, это нужно проработать. Какие-то памятные вещи, которые он либо носит с собой, либо дорожит им. Это тоже такой ситуативный пункт, потому что не у всех есть такое. Но вы могли бы подумать о том, чем, возможно, ваш персонаж дорожит. Не в плане даже вещей, в плане каких-то чувств и эмоций, а, возможно, в плане человека какого-то или том, что он будет хвататься из последних сил, лишь бы не отдавать. Потому что у каждого есть такая вещь. А у меня это, кстати, мой планшет, но я пошутила. Далее шрамы татуировок. С татуировками все просто. Это обычно относится к дизайну персонажа, но когда вы делаете шрам, вы должны точно знать, откуда он на него появился. В какой период времени, возможно, был нанесен, там, в детстве, недавно. Или потом только в будущем он появится, но вы заранее его сделали. Так что вы должны точно представить себе ситуацию и понять, возможно ли такое или нет. Аллергия. Это... Я это вообще самым последним пунктом поставила, потому что недавно поняла, что ни у одного моего персонажа нет ни на что аллергии. Но поскольку у большинства людей все-таки есть на что-то аллергии, я думаю, что есть смысл подумать над этим. Просто подумать. Последний мой самый пункт это комплексы, потому что их нужно раскрывать глубоко. Практически у всех есть какие-то комплексы, и это не всегда, естественно, с внешностью что-то такое связано. Возможно, вашему персонажу абсолютно не нравится, как он смеется, и поэтому он старается не смеяться при других людях. Или же он хочет где-то в глубине души, чтобы на него обратили внимание, и одевается как можно более ярко, и не всегда его вещи подходят друг к другу. Это я, кстати, да. Немножечко примеров своих персонажей. И все в таком духе. Есть вещи, которые люди часто избегают, и вот этот пункт, он очень важен. Персонажа нужно раскрывать глубоко, а не просто поверхностно, потому что вы должны сами понимать, что большинству неинтересно, что ваш персонаж ест назад. Возможно, это интересно только вам. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на канал, пожалуйста. Пишите комментарии. Особенно, если у вас какие-то вопросы, потому что я все смешалась кучей. Очень тяжелая тема. Нельзя просто так взять и все рассказать. Возможно, мне придется сделать еще один ролик именно с вопросами, которые стоит задавать персонажу, потому что здесь я просто бы их не перечислила все. Так что вот, всем спасибо. И до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok